Поток беженцев на территорию региона не прекращается. В четверг сотрудники МЧС встречали еще одну партию украинцев, на этот раз прибывающих поездом. Сейчас на территории региона более 500 вынужденных переселенцев. Это лишь малая часть людей, которых предстоит принять. На каждый субъект Российской Федерации распределена определенная квота, сколько граждан принимается на территорию того или иного субъекта. На территории Ивановской области мы должны были принять 1923 человека. 460 мы уже приняли. И все остальные будем в течение 5 месяцев принимать. То есть у нас в месяц в среднем получается 385 человек. Мы обязаны к иметь ежемесячно. Такой поток людей Ивановская область не принимала у себя со времен Великой Отечественной. Но тогда народ бежал от войны, пришедшей извне, а не от бомбежек собственной армии. Прибытие поезда. На этот раз в Иваново приехали 54 человека, 19 из которых дети. Уставшие после долгого пути, но наконец спокойные за свои жизни. Позади остались квартиры, разрушенные войной. Впереди неизвестность. Мы с Луганска. Лупят по всему городу. Вот уехали к родственникам. Работать так же. Жить, да, что остается делать. Там оставили все, что было. Вот две сумки взяли, все вещи, что нажито было за всю жизнь. Те, кого приютить некому, отправятся в пункт временного пребывания в Комсомольск. Там уже все готово к тому, чтобы принять людей. Беженцам остается лишь надеяться, что получится заново построить для себя и своих детей будущее, разрушенное бомбежками. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.